Всем привет, с вами Роман Раскольников и я продолжаю проходить игру покемон огненно-красную версию на геймбой адвэнс. Предыдущие серии вы можете посмотреть здесь. Итак, сегодня я продолжу свое путешествие до острова Ценобар. Так, я по идее тут прошел совсем немного в прошлой серии. Так, у меня очень большой путь предстоит проделать. И по идее у нас тут еще будут ледяные острова. Это тоже типа локация. Возможно мы сегодня в серии доберемся только до ледяных островов и исследуем ледяные острова. Так, также на нас по дороге будут нападать различные тренеры. Так вот, на меня напал еще какой-то дикий покемон и он у меня есть. Да, он у меня есть, но его можно прокачать до второго уровня эволюции. Так, поэтому я попробую его поймать. Так, будем использовать грейтболы. Его по идее еще не парализовало. И он может вырваться. Да, я же говорил, он может вырваться. Потому что он еще не парализован до конца. Блин. Так, давайте попробуем его еще раз. Он еще не парализован. Блин, он еще не парализован. Отлично, поймали. Потом его прокачаем. До второй стадии эволюции. Не знаю, есть ли у него третья стадия эволюции. Но вторая стадия эволюции вроде есть и я даже встречал его. Так, ладно, мне придется, короче, знаете, что сделать? Вернуться в центр покемонов. Я еще не обучил Пиджи полету. Вот в чем прикол. Но, к счастью, у меня HM с собой. Так, мы заменим у него, короче, одну не очень хорошую атаку. Называется Ураган. Она всего лишь прогоняет покемона с поля боя. Ну, то есть заменяет одного покемона на другого. Но урон он не наносит. Мне это вообще бесполезно. Ну, то есть мне эта атака никак не нужна. Она для меня вообще бесполезна. Поэтому давайте-ка мы эту бесполезную атаку заменим на более полезную атаку. Которая позволит еще и устраивать полет. Так, вот Ураган. Заменить покемона противника. Дикого покемона просто сдуть прочь. Ну, зачем она мне нужна, если я от Дикого покемона могу просто так убежать? Так что вместо вот этого мы выучим полет. Подождите, я вместо Урагана... А, да, все, Ураган забыл. Причем Ураган это почему-то обычная атака. Не воздушная, а обычная атака. Так, теперь мы можем летать. Это хорошо. Так, я, по идее, не так уж и далеко ушел от этого города. Ну, точнее, отплыл. Не люблю, когда моих покемонов отравляют. Я так могу противоядие все потратить. Путь предстоит долгий, поэтому пока что я близко нахожусь от города. Я буду пользоваться услугами покемон-центра. А уже потом, когда я уже далеко отойду... Уже потом буду лечиться с помощью всяких там... А почему на меня в прошлой серии никто не нападал? Опять ты. Не хочу с тобой сражаться. Так, ладно, продолжаем. Так, в прошлой серии я плавал, короче, спокойно. И на меня никто не нападал. Из диких покемонов я удочкой только ловил покемонов. А теперь на меня этот Центакул постоянно нападает. Причем он меня может отравить, так что я не хочу с ним сражаться. И я не хочу использовать спрейс, знаете почему? Потому что... Здесь могут быть другие покемоны, помимо Центакла. Эй, на покемоне! В этих водах опасно! Пловец Акси хочет сразиться, и он выбирает Центакул. Ой, блин, как я их не люблю. Но с другой стороны... Я их не собираюсь ловить, А значит, я могу ударом молнии их убить. Ух ты! Мы его не добили. Только не трави меня! Хорошо, это хорошо. Быстрый удар. И он сейчас снова достанет Центакла. Надо было побольше электрических покемонов взять. Например, Волторба. Ну, у него вообще уровень низкий. Он бы вряд ли справился. Блин, почему я их не ваншочу? Да, они и яд используют. Так, я еще с двумя могу с Центаклами сразиться. Так, Хорси, это уже получше. Он, по крайней мере, ядом не плюется. А может быть, и плюется. Просто в меня ни разу не плювались Хорси ядом. Так, это суперэффективно. Ну, Хорси, я знаю, что я ваншочу. Только не он. Ух ты, ё-моё, это же вторая стадия эволюции. Он как Тентакуруэл. А я первое... Первые несколько букв посмотрел, думал, что это Тентакуру будет опять. Вот сейчас нас опять ядом. О! Пенный луч, что-то... Это же... Атака водой. И вот... И это очень эффективно против... Ой! Я хотел, чтобы весь опыт получил Пикачу. Хорошо, значит, будет Пиджи сражаться. Хотя он уже прокачался до нужного мне уровня. Так, удар к рылам. Но это не очень эффективно против воды. Блин, сейчас бы Пикачу получил тысячу сто... Блин, тысячу сто опыта. Ого, мощно! Так, ну ладно, мне придёт опять, короче, слетать и... Так. И подлечить своего покемона. Так, всё, я вернулся. Плавать здорово, а загорать нет. Плавчиха Алиса хочет сразиться. И она выбирает... И она выбирает Голден. Так, Голден, по крайней мере, не использует... Яд. Нет, она может вроде как отравить. У неё вроде как рог... Ядовитый. Но я думаю, что мы сможем её сваншотить. Так, отлично. Сикинг? О, это же вторая эволюция Голден. Вторая стадия эволюции. За неё большого опыта дадут. Но её мы можем не сваншотить с первого раза. Да, так и есть. Ой, только не это. Фух, сработало. Я вот думал, мне... Ну, использовать быстрый удар или всё-таки удар молнии. Потому что быстрый удар, мне кажется, нанесёт меньше урона, чтобы её добить. Но так как она меня... На меня наложила замешательство, эффект замешательства, вот я уже потом решил то, что мне стоит... Топить её молнией. Сильно. Денег вообще мало дают. Ну, опыта хотя бы более-менее нормально. Так, мы здесь... Мы здесь плаваем с друзьями. Я устала. Слушайте, а у неё же зелёные волосы. А почему здесь на картинке у неё... Эти, как его, жёлтые волосы. Плав в тихо-коне хочет сразиться. Выбирает старью. Не то сделал! Так, расслабление. Она решила расслаб... А, я понял. Она решила расслабиться. И таким образом подлечиться. Хорошо, что она не атаковала меня. Старью нет. Третий покемон, скорее всего, будет тоже старью, но вторая эволюция. Не помню, как она называется. Нет, всё-таки это старью будет. У неё три старью обычных. Без эволюции. Я выдохлась. Блин, надо было запомнить места, где у каких тренеров есть какие покемоны. Потому что вот в этой четвёрке, рядом с ними, можно с помощью передатчика качать электрических покемонов. Например, в самом начале там были жуки. Можно птиц всяких качать. В пещере были всякие покемоны с... земляными и каменными. То есть, были тренеры с земляными и каменными покемонами. И там можно было бы качать водяных покемонов. И растений. Покемоны растений. Если я выиграю, подаришь мне... А, если я выиграю, подаришь мне этого покемона. Ничего себе ты... Бластойза захотела. Пловчиха Аня хочет сразиться. Так, поливак. Его мы сваншотим. Так, скоро будет эволюция. Я предполагаю, что у него будет эволю... О, электрик пытается выучить ускорение. Посмотрим, что за ускорение, но мне кажется, она бесполезная. Психологическое. Так, размяться, чтобы двигаться быстрее. Резко повышает скорость. Но урона-то нету. А, ну скорость повышает. Хорошо, мы будем первыми атаковать. Но Пикачу сам по себе первый. И у него вроде коготь. А, нет, я не ему коготь дал. Обычный удар. Ударить врага хвостом или хвостом. 80. Быстрый удар. Но у быстрого удара, он, во-первых, быстрый. Мы будем всегда атаковать первыми. Во-вторых, у него точность высокая, но урон маленький. Не, я не буду изучать эту... Так, я не буду изучать эту атаку. Так, не изучать ускорение? Да, не изучать. Голден. О, у него, оказывается, 5 покемонов. Если, короче, Пикачу сможет победить всех пятерых покемонов, то он очень много опыта заработает. Возможно, даже до 34 уровня прокачается. Так, Си Кинг. Вот ее мы... Не сможем сваншотить. Серьезно? А, критический удар. Прокнул критический удар, поэтому мы ее добили. Так бы мы ее не смогли добить с одного удара. Голден. Лучше бы она Си Кинг выпустила. Мне побольше опыта нужно. Я, конечно, могу использовать передатчик, но у меня удар молнии, блин, заканчивается. Я бы использовал передатчик, чтобы сразиться хотя бы с половиной этих тренеров, которые здесь находятся. С них очень много опыта можно заработать. У них покемонов много, а Пикачу их ваншотит всех почти что. Так, плевак. Не, не хватит опыта, чтобы... получить 34 уровень, да? Да, не хватит. Поражение. Так, чтобы ластой, это ты не получишь. Ты в любом случае его не получила, но теперь я официально могу заявить, что ты его не получишь. Да блин, как ты мне надоел. Я не хочу с тобой сражаться, отвали. Неужели тут только тентаклу вводится? И если ловить удочкой, то Голден и Гиарадос. Так, путься номер 20. Блин, как я в прошлый раз плавал, и на меня не нападали дикие покемоны, а сейчас нападают. Может, потому что я близко к берегу был, может, они и только в море нападают? Так, давай сразимся. Здесь мелко, поэтому многие тут плавают. Так, у него два покемона. Шелдер. И слабенький. Хотя 31 уровня, возможно, мы его не сможем сваншотить. Не, все-таки сваншотили, это хорошо. Так, 34 уровень. Осталось два уровня до эволюции. Клойстер. Это, наверное, вторая эволюция? Клоустер. Да, это Шелдер в Клоустера эволюционирует. Вот за него дадут больше опыта. Самое главное, чтобы он меня не убил. Серьезно? Тысяча триста. Плавец Барри побежден. Плюх! Так, я знаю, в чем прикол. Так, сумка. Мне нужен передатчик. Так, на всякий случай сохранюсь. Не хочу плавать сто шагов. Я хочу с ним повторно сразиться, чтобы заработать много опыта. Здесь мелко, поэтому тут столько людей. А, он вроде это уже говорил. Меня больше интересует второе. Клайтер. Покемон Клайтер. Вроде Клайтер он назывался. Шелдер-то он мало опыта даст. Но вот Клайтер тысяча триста опыта дает. И мы его практически ваншотим. Клоу... А, Клоустер. Смотрите, как халявный опыт можно зарабатывать. Для Пикачу. Тридцать пятый уровень. Так, только у меня атаки закончились. Плюх! Так, мне теперь нужно восстановить атаки. Так, я не помню, как называется предмет, который восстанавливает мне атаки. А, подождите. Полностью восстанавливает. Макси эфир. А, нужен эфир, просто эфир нужен. Восстанавливает десять атак одному покемону. У меня их пятнадцать, так что мы немногое потеряем. А вот у Макси зелья, например, у меня тридцать атак есть. И я могу тридцать атак с помощью Макси зелья восстановить. Или пятнадцать у Пикачу. Конечно же, лучше использовать обычный эфир. А, то есть Макси эфир и обычный эфир. Я его Макси зелья назвал. А... Удар-молния. Так, теперь мы можем продолжать битвы. Так, давай сразимся. Куда ты поплыл? Куда убегаешь от меня? Ты что, не умеешь плавать? А, ты что, не умеешь плавать самостоятельно? А, плавец Дарин хочет сразиться, и он убирает Хорси. Так, а я буду сражаться с помощью удара-молнии. Так. Кто следующий? Хорси. Опять Хорси. Так, за него опыта мало дают. Сидра. Нет. Первый раз слышу про Сидру. Возможно, это Хорси... Да, это Хорси в него эволюционирует. Вот за него побольше опыта дадут. Не 1300, это уж точно, но... Опыта 600, мне кажется, насыпят. А, 900 даже. Так, ладно, хорошо. Ауч, больно. Денег они что-то мало дают. Так, опять Тентаку. Да. Ну, давай сразимся. Вблизи ледяных островов вода очень спокойная. А, в смысле, на меня не будут покемоны на дикие нападать. Плавчиха Ширли хочет сразиться. И выбирает Сидру. О, отлично. 900 за него дадут. Так, я только не помню, какой... Какой уровень был у прошлого тренера. Возможно, здесь у нее даже повыше уровень будет. Значит, побольше опыта получу. А может, у него был 31 уровень? Так, и сколько мне дадут опыта? 996. Да, тот поменьше уровней. Тот 29 вроде был. Да блин, я всегда нажимаю да. Хотите ли вы поменять покемона? Я всегда нажимаю да. Так, отлично. Мы будем эволюционировать сейчас. Ну, в смысле, после боя. Нам нужно еще одного противника одолеть. О, Сидру, отлично. Опять очень много опыта получим. Полегче? Блин, у них по стандарту, что ли, 240? Либо 224 монеты, либо 240. Только я не понял, а почему Пикачу не эволюционировал? Вроде бы 36 уровень набрали. Он, значит, не на 36 уровне эволюционирует. Или ему нужен Камень Грома? Слушайте, а может, ему реально нужен Камень Грома? Так, интересно, здесь можно подлечиться? В этих местах можно встретить сильных тренеров и водяных покемонов. Говорят, здесь тренируется сама Мисти. В смысле, а мы с Мисти уже вроде как сразились? Так, у нас тут две пещеры есть. А мы туда не можем никак попасть. Или можем? Нет, не можем. Путь перекрыт. Нам придется через пещеры идти. Так, а если я... А, я понял, я с ней не могу... Поговорить. А вот теперь могу поговорить. Я люблю плавать с рыбами по волнам. Я хотел с берега с ней поговорить, чтобы не использовать Бластойза. Слишком долгая анимация. А пловчиха Тиффани выбирает Сикинг. А может он будет эволюционировать на 37 уровне? Но Георадос тоже не хочет эволюционировать, на самом деле. Ух ты, удар Роган какой мощный. У него же три покемона или два? А, один вообще. Ауч! 280 монет. Так, хорошо, пойдем в пещеру. Посмотрим, что это, кстати, за пещера такая. Ледяные острова. А, там нас, кстати, наверное, могут заморозить. Так, у Пикачу закончились атаки, так что давайте-ка мы выберем Георадоса. А, он, кстати, в 40-го уровне. Прокачаем его до 42-го уровня. Посмотрим, будет ли он эволюционировать вообще или нет. И на 42-м уровне остановимся. Остановим его, прокачку. Так, о, здесь на меня ледяные покемоны могут напасть. Так, пседак. Черт, я его мог здесь поймать. Блин, не знал. А, он же психический... Он же пси-утка. Ладно. Я понял. Всегда хотел использовать запрет, но промахнулся. Просто мне в прошлый раз, я мельком увидел то, что там что-то запрет. Промахиваться. Мне показалось, что покемон не запрещает промахиваться. А на самом деле нет. Это он, короче, промахнулся. А так и запрет. Так, придется использовать Пикачу. Блин, его сейчас ушатают. Надо было этого... Вайплиума использовать. Вальпли... Вальплиум. Не запомню, как он правильно там называется. Я хочу его парализовать для того, чтобы прокачать его до второй стадии эволюции. Мы только одну утку поймали. Только не смятение. Так, и будем использовать Грейтбол, потому что у меня других нету. Ультраболы я не буду тратить. На обычную утку. Так, отлично, поймали. Конечно же нет. Так, посмотрим, что у нас тут. Так, там спуск. О, отлично, камень можно двигать. И кто на нас напал? Опять утка. Так, ладно, будем прокачиваться к Георадоса. Так, вкус. Это очень эффективно. Нет, 331 это мало. Хотя, в принципе, с некоторыми тренерами я набираю 400 опыта, но за один бой. Подождите. А может... Опять утка на меня нападет, а? Ммм, зубат. Так, за него я вообще мало получу опыта, так что убежим. Так, что это за дыра такая? Давайте-ка я сохранюсь на всякий случай. А, я понял. Не, по идее мы можем туда камень скинуть. Зачем, я не знаю. Возможно, в будущем пригодится. Опять утка. Так, не пойму, почему я его не свайншотил. В прошлый раз просто критическая атака была. Не, значит, невыгодно с пси-таками сражаться. Так, посмотрим, что у нас здесь. Антилет. Ага. Опять пси-так на меня нападет? А, нет, зубат. Ну, за зубат вообще мало опыта даю, так что я с ним даже сражаться не буду. Так, возможно, мне нужно использовать гиперспрей. Так, давайте-ка мы сбросим камень. Отстань. Мне все-таки, наверное, надо использовать спрей. Так, сразу сбросим еще один камень. Так, пси-так. Ну, тут получается, что только зубаты и пси-таки будут. Значит, можно использовать суперспрей. Иначе они меня достанут. Своим появлением. Так. Суперспрей. Так, отлично. Теперь эти камни оказались снизу где-то. Так, спустимся по этой лестнице, посмотрим. Ага. Так, вот я вижу. Так, я вижу камень, который мы сбросили. Так, не знаю, для чего я его сбрасываю вниз, но разбрасываю, значит, нужно его сбросить. Так, посмотрим, что у нас здесь. Так, зелье закончилось. Сейчас у нас опять кто-то может напасть. О, отлично, новый покемон. У меня такого не было. Голдок. Так, надо его укусить. Так, он замер от страха. Надо его еще раз укусить. Так, запрет. Ой, блин, я хотел его еще раз укусить, но он запретил мне его кусать. Так, значит, поменяем покемона и попробуем его усыпить. Я хочу его поймать. Усыпление эффективнее будет, чем парализовать его. Так, а он быстрый, кстати. Так, и теперь будем ловить. Так, ультраболл или грейтболл использовать? Гритболл. Ты козел. Ну, значит, ультраболл. Есть, голдок пойман. А, понятно. Короче, пси-дак превращается в голдока. Значит, одну утку придется выкинуть. Так, голдок утиный покемон. Прекрасно плавает благодаря перепончатым лапам. Его можно часто увидеть плавающим в озере или реке. Так, значит, одну утку мы выкинем. Так, пси-дак. Зачем я вторую утку поймал? Вот если бы я сразу на голдока наткнулся, я бы не стал бы вторую утку ловить. Так. Зубат. А, да, кстати, надо спрей использовать. Точно, у меня же есть очень много спрея. Так, мы можем еще ниже спуститься. Так, давайте-ка мы, наверное, вот здесь вот спустимся. Так, здесь мы можем подняться. Мега-жемчуг. Так, еще ниже спуститься. Или подняться наверх. Ну-ка, подождите. А! Так я... пришел отсюда. Так, посмотрим, куда... нас приведет эта лестница. Камень воды. Так, значит, спустимся, наверное, вниз. Так, ну-ка, подождите. А тут у нас что? Так, здесь мы можем плавать. Спрей закончится. У нас так быстро спрей закончится здесь. Так, Голдок, а может, за него дадут побольше опыта? Если мы сразимся. Это же все-таки вторая эволюция Псидака. Но за победу над дикими покемонами сорно опыта бы дают меньше. Так, значит, торнадо будем использовать. А, точно, есть же еще гидронасос. Замирает от страха. Ну да, в принципе, неплохо. Так опыта дают. Так понятно. Это какая-то загадка, что ли? О, отлично, тюлень. У меня такого нету. Сил. Так, на всякий случай сохранимся. Так, его тоже надо поймать. Будем использовать укусы на нем. Так, отлично, мы можем его еще один раз укусить. Он лег спать, он восстановит себе здоровье. Надеюсь, он не проснется. Так, отлично, он сам себя усыпил. А мне же лучше. Так, морские покемоны. Сил, морской лев, покемон. Покемон, морской лев. А благодаря густому, глубокому меху, сил сохраняет активность даже в минус 40 градусов по фрингейту. Так, стоп. Я хотел камень столкнуть. Опять сил. Так, ну мы уже поняли, что мы ему урона мало наносим, так что я не буду тратить время на битву с ним. Так, а просто вот так вот сделаю. Так, может мне вниз прыгнуть? Ой. А, куда я вообще попал? Так. У меня его нету голбот. Значит мне зуба-то не нужно будет прокачивать. Я уже, если честно, сам запутался. Где я был, а где я не был. Так, меняем покемона. И нам нужно его усыпить. Думаю, что у меня проблем с его поимкой не должно возникнуть. У него жизни вообще мало осталось. Если, конечно, он... А, отлично. Он мог просто вампиризм использовать и восстановить здоровье за счет моего здоровья. Так, усыпление. Только не это. А, блин, понятно. Может усыпление прокнет? Я хочу... Понятно. Фух, наконец-то усыпление прокнуло. Так, сейчас поймаем его и на этом завершим серию. Потом я с помощью веревки, короче, вернусь наверх и... И мы начнем заново исследовать пещеру. Но по-умному, короче, чтобы не запутаться. Так, отлично. У меня голбот пойман. Голбот, ночной покемон, кусает свою жертву острыми, как иглы, клыками и высасывает кровь. Одним глотком может выпить до 10 унций крови. Так, ну что ж, думаю, мы на этом завершим серию. Так... Так, сумка. Так, мне нужен трос. Так, вот он. Так, мы вернулись в самое начало. И в следующей серии продолжим исследовать пещеру, но по-умному, короче. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.